Сегодня в Городском Доме Культуры состоялся торжественный прием в честь окончания учебного года. 138 выпускников 11 классов, их родители и учителя принимали поздравления от главы администрации города и председателя Городской Думы. Лучшим из лучших были вручены знаки отличия. Шесть школьников за особые успехи в учебе получили медали. На праздники интеллектуального триумфа побывала и моя коллега Елена Волкова. Торжество молодости и красоты, таланта и успеха, красивых платьев, элегантных костюмов, праздник грустного прощания со школой и радости в предвкушении новой жизни. Чествование выпускников стало доброй традицией в нашем городе. 138 школьников сегодня принимали поздравления, слова благодарности и напутствия и, конечно, делились впечатлениями и планами на будущее. Ребята, продолжите, пожалуйста, праздник. Я хочу встать. Президентом. Отлично. Успешным врачом. Успешным врачом. Замечательно. Ребята, скажите, чем запомнились вам школьные годы? Классные мероприятия. Вам. Уроками химии. Замечательно. Вам? Булочками. Булочками запомнились. Замечательно. А вам? Уроками биологии. Уроками биологии. Каждый из них, безусловно, лучший. Кто-то в спорте, кто-то в творчестве, кто-то в учебе. Многие из них прославили город Лабытнанги за пределами Ямала, показывая отличные результаты в конкурсах и олимпиадах. Большая часть этих ребят, заняв активную жизненную позицию, принесла пользу родному городу участием в значимых проектах. Я сегодня испытываю настоящее чувство гордости, глядя в зал, потому что верю. Этот мир ждет именно таких, настоящих людей. Людей, которые смогут сделать его лучше. А потому давайте сегодня просто праздновать, потому что вы заслужили этот праздник. Позади очень трудоемкие и, пожалуй, очень успешные годы школьной жизни. Это здорово. Поприветствуйте друг друга бурными аплодисментами. Скажите, да, мы сделали это. Кстати, благодаря Марине Ароновне четыре года назад родилась еще одна добрая традиция – передавать напутственное слово выпускникам следующего года. Вот и сегодня, выслушав обращение от учеников прошлых лет, ребята передали главе администрации свое послание для выпускников 2020 года. Особого внимания сегодня были удостоены отличники. Шесть школьников получили медали за успехи в учебе. Стоит отметить, что если раньше для получения этой награды необходимо было отлично учиться в 10 и 11 классе, то с недавнего времени требования к медалистам повысились. И вот буквально в этом году требования несколько изменились. Я бы даже сказала, ужесточились, потому что в этом году нужно не просто иметь пятерки в 10-11 классе, но еще и подтвердить определенным количеством баллов на ЕГЭ. Ну и вот если ребенок такие баллы имеет, то, естественно, он подтверждает, что он медалист. Ну, наверное, это справедливее. Этих молодых людей от остальных школьников отличает жажда знаний и новых открытий. Для каждого из них позолоченный знак отличия стал стимулом к новым успехам, к новым вершинам и новым наградам. Надеюсь, с таким же успехом поступлю, отучусь и вернусь в родной город, чтобы быть ему полезным. Конечно, золотая медаль достается действительно тяжким трудом. Нужно работать на медаль, нужно делать все, что, ну так сказать, скажут. Нужно активно учить в школе. И, несомненно, несмотря на все трудности, конечно, в любом случае школьные годы запоминаются в памяти надолго и только какие-то хорошие и счастливые моменты. Вместе с выпускниками радость успешного завершения учебы разделили их учителя и родители, без которых почетная награда не нашла бы своего героя. Проделан большой путь, мы долго к этому шли, получили заслуженный результат. Надеюсь, что и дальше все у нас будет хорошо, мы ставим определенные цели и мы их обязательно добьемся. Позади школьные годы, впереди новая жизнь, новые люди и новые открытия. А это значит, что успех каждого из них будет такой же головокружительный, как школьный вальс, который поставил красивую точку в празднике интеллектуального триумфа. Продолжение следует...